Балалайки Инструменты, оказывается, пошли в двери его усадьбы, потому что там прекрасное дерево, много лет простоявшее, высушенное до нужных кондиций. Затем изготовление различных балалайок от примы. Меньше было пикова, потом секунда, альт, бас и большая балалайка, контрабас. Все это дало великорусский оркестр. Вот так зародился интерес к щепковому инструменту. Оказывается, всего на трех струнах можно издавать уникальнейший, красивый и певучий звук. Для Алексея инструмент самый верный друг в музыкальной школе. Ему предлагали обучение по классу флейты и даже арфы. Но свой выбор он остановил на балалайке. А сейчас активно готовится к поступлению в училище имени Шнитке. У начинающего музыканта уже много побед на всероссийских и международных конкурсах. Но самая главная награда для Алексея то, что он играет в Видновском оркестре русских народных инструментов. Ну и играю я уже достаточно давно, уже в течение трех лет. И для меня является, как говорится, очень важным играть на всяких концертах. Почти 50 лет этим оркестром руководит заслуженный работник культуры России Владимир Глейхман. Когда-то он, как и Алексей, делал свои первые шаги в музыке. Сегодня за плечами этого музыканта огромный багаж опыта, которым он делится со своими учениками. Владимир Давидович преподает в Московском государственном университете культуры и искусств. И уже воспитал не одну плеяду талантливых балалайщников. Балалайка – это сварение каких-то русского народного инструмента. Не баян, не гармошка, а вот первое и наперво, что приходит вот это. Оказывается, один из его учеников, а ныне президент российского клуба музыкантов, народников, Дмитрий Белинский, предложил отмечать 23 июня день балалайки. Эту дату выбрали не случайно, поскольку впервые балалайка была упомянута в исторических документах Российского царства именно в этот день. Сегодня инструмент популярен во всем мире, а праздник объединяет всех музыкантов-народников. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Екатерина Чернашова, Видное ТВ.